...всем иного уровня, чем предыдущие соперники Геннадия Головкина. И поэтому поединок этот чрезвычайно важен для Гены. Заявить о себе, почувствовать себя в ринге на новом уровне. И, конечно же, поработать, что называется, профессионально. То есть почувствовать вот эту дистанцию боя, поработать умом, головой, не торопить события. Потому что соперник очень опытный. Да, правильно все было сказано. Торопиться не следует. Особенно в первых раундах нужно вначале прочувствовать Ауму. Но единственное, я не согласен с тем, что ни к чему, по-моему, по возможности, конечно, при всем уважении к Ауме, доводить поединок до 11-12 раунда. Думаю, нокаут в 8-10 был бы оптимальным. Спасибо. 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 Родина Осимаума 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 гейт-кипером и пропуском привратником высшей среды после разрыва с отношений с универсум боксер боксинг немецкой промоцкой компании геннадий вышел на новый этап мы будем сейчас внимательно следить как он проходит события нового витка своей жизни с разведки передней рукой начался бой буквально на глазах видно что скоростью косима ума намного выше чем у двух предыдущих соперников геннадия очень собранная стойка легкие передвижения видно сразу что это мастер высокого класса очень академично смотрятся поединок с первых секунд боксеры с хорошей школой что называется сейчас нужно очень хладнокровно работать геннадию внимательно следить за действием на ум и проваливать его наказывать вот видим прямые проходят в гены натыкается на них угандеец не правда и он попадает пару раз наткнулся геннадий на прямые удары а ум и легкие но наткнулся пока акцента в ударах нету это проверка дистанции попытка просто попасть почувствовать расстояние прочувствовать соперника центре ринга проходит пока первый раунд не пытаются боксеры пока поставить друг друга в неудобное положение вот начинает потихоньку вкладываться геннадий главное для геннадий сейчас держать противника в напряжении чтобы он не наглел чтобы он не чувствовал себя лидером в этом поединке держать темп боя ритм контролировать и наказывать противника за малейшую оплошность вот накануне поединка было обсуждение возможности геннадия в этом бою и в интернете на многих ресурсах боксерских в изданиях различных многие вспоминали о том что к вам ранения в живот было и рекомендовали геннадий почаще работать по корпусу да неплохо пока смотрится аума абсолютно равный бой не проигрывает первый раунд аума что самое главное на ума не пятится и держится очень близко к сопернику гене головкина говорит о его высоком психическом физическом состоянии ну что ж определенные проблемы создал для первом раунде для геннадия головкина ума тем интереснее нам будет смотреть нужно что-то придумывать нужно говорится шевелить извилинами и придумывать ходы так просто такого бойца не победить были попадания с другой стороны в первом раунде вот посмотрите как грамотно сближает салома казалось бы был эпизод когда геннадий мог выпить прямую руку выпустить но он так близко стоял что не успел разогнать геннадий правую конечность ну тут сейчас был обратный эпизод левый коронный удар для ума левша попал точно в подбородок геннадий хорошо что аума был какой дистанции когда рука до конца не разогнулась очень собранный угандие совершенно правильно делает геннадий не довольно широкая стойка передняя нога контролирует ступню противника вот и навстречу начинает отвечать нападающему на него угандийцу прервал серию атак вам сейчас соперника и вот мы видим точные два попадания то есть в ритме хорошем работает гена и самое главное дозирует силы ударов не торопится не торопится спокойно работает выбрасывает руки пропускает да но это бокс застоялся ума тот же наказуя этого гена прямыми ударами наращивать преимущество в бою уже во втором раунде сейчас гена это очевидно все больше и больше мы видим попаданий прекрасно прекрасно работает геннадий очень собрано хладнокровно спокойно без суеты хорошо работает на отходах мы видим как он сейчас сократил угол старается держаться поближе к центру ринга но тревожит меня слишком много пропускает геннадий хорошо что аума не панчер вот это вот желание геннадия доминировать в поединке время стремление идти вперед заставляет его забывать о защите это не очень хорошо надо оттачивать эти элементы особенно в бою с таким соперником как аума на встречу с правой на правую сейчас пробили боксера уход с линии атаки гены неплохо впервые наверное за весь бой использовал джеб геннадий точнее не джеба правый прямой удар длинный легкий такой дважды дважды попал в цель такими ударами нужно и сдерживать напор угандейцы это тоже здорово два легких удара и акцентированы поближе данного сейчас держаться угандицу день и очень внимательно работать на отходе назад мы видим прямые то доходят у аума в этом то все и дело еще пропускает геннадий в конце раунда да что то что то пока с отходами слабовато по прямой отходит сдвоенный правой сейчас мы увидели еще раз удар почтальона правда правая не дошла вот здесь пытается преследовать противника сейчас геннадий на встречу пробивает аума и геннадий сейчас пытаются ответить противнику реваншироваться вот неудачный отход конце раунда мы видим такая немножечко и сумбур немножко и два удара не ловко и неловкое положение было у гены баланс потерял и два удара выпустил да не так просто ума не так просто и я думаю что именно тот он соперник который настоящий момент и необходим геннадий для того чтобы двигаться вперед вот заметь почему-то геннадий который работает передней рукой неплохо работает на отходах забывает и включать контролировать отход передней рукой может быть он просто не привык к тому что кто-то имеет наглость преследовать его всегда доминировал в своих предыдущих боях и никому и в голову не приходило что-то активное противопоставлять здесь есть другая картина есть боксер с именем самолюбием и с мастерством ну вот мы сейчас видим начало раунда уже пожестче стали работать боксеры уже включают они мужское начало в этом бою я думаю борьба за лидерство психологическом плане да вот я думаю что именно вот на этой площадке борьбе самолюбий должно сказаться преимущество геннадия одновременно сказаться его преимущество физической мощи ударной мощи даже мелькнула после двух раундов меня мысль стоит ли вот так вот позиционно боксировать с аумой никаких в двух раундах дивидендов из этого не изулек геннадий может быть попробовать навязать ему жесткий размен ведь скажем правду несмотря на то что очень умный и хороший боец геннадий тем не менее он ведь и боец силового направления что уж тут говорится скрывать надо оставаться самим собой это никогда как бы с этой платформы не сходить не дает геннадий разгонять руки сейчас противнику впервые за раунд пытаются работать надо отходит на дистанцию но опять сближает сейчас противником и боковые сейчас включают много очень пропустил ударов геннадий в этом раунде и в предыдущих тоже немало хочется сказать оба уме вот некоторые высказывали такое как бы подозрение что может аума отнестись к этому бою как к проходному ничего подобного мы смотрим во первых он прекрасной физической форме находится аума во вторых это шанс его жизни шанс снова вернуться на вершину может быть такого шанса больше не предоставится и аума полностью готов к этому опять-ка немножко утрачивает геннадий нить поединка вот такое ощущение в третьем раунде что-то мне тревожно уже становится столько ударов пропускает геннадий делает паузу аума выбрасывает серии попадает вот агена опять начал суетиться посмотри силовой опять силовой акцент в ударах не рановато да нет силовые силовые удары ты его стихи просто давление это одно а суета это другое нужно как бы более холодно держать голову действовать более что ли выборочные разумно такой силовой раунд сейчас посмотрели большое количество ударов интересно работает на ногах таки аума он все время вот на ногах либо отходит либо подходит и все время как бы оказывается на не совсем удобно и для геннадия дистанции либо он слишком близко либо он далековато у меня сейчас такое могут предположение сам приятное такое впечатление что не гена освоился в ринге а наоборот аума подстроился под него вот что честно говоря третий раунд именно такое впечатление оставил что-то надо менять что-то надо менять я надеюсь уголу геннадий подсказал хотя сейчас я такая типичная авантюрная атака размашеская ни в коем случае нельзя заводиться такой опытный боксер геннадий сейчас все верно гена сделал на дистанции поработал прямыми сразу сблизился с противником вот идет четвертый раунд и я не припомню что геннадий пропускал такое количество ударов он просто не привык работать в ближнем бою вот чем проблема посмотри за его корпусом практически влево вправо не работает не выбирает угол для выбора позиции опытный мастер ему представить противостоит и поэтому не дается работать геннадий на удобные для него средние дистанции дистанция либо дальние либо короткая ближняя и это неудобно для геннадия я ума назад не отходит у меня такое впечатление что аума работает очень легко а геннадий уже какой-то ресурс психически уже утрачивают смотри как он напряжены его мышцы смотри сколько он стал пропускать в этом раунде я сейчас тяжелый правый удар аума геннадий я даже испугался на болтану ли его совсем совсем смазывается рисунок к четвертому раунду геннадий не видно не видно никакого рисунка видно что хочет делать аума и он это и делает но не видно и непонятно что хочет делать геннадий таков его план на бой бывают и такие конечно ситуации в ринге может быть настала пора если ничего не получается просто ломать но и в этом компоненте пока аума ни в чем не уступает и все-таки более тонкую работу хочется видеть в исполнении геннадий впереди соперники сложнее и более тяжелым ударом аум как кошка отбивается и серии скоростные выдает на гора и все это накапливается накапливается к сожалению да это так да ты абсолютно прав что ничего пока в ближнем бою короткой дистанции у геннадий не получается намного предпочтительнее при сближении смотрится аума тревожно становится очень много промахов у гены да такое ощущение что несколько утратил он фокус как бы хочет опередить ауму и бьет уже не глядя смотри он ногах баланс теряет и удары его размашистые очевидные признаки расфокусировки мне кажется это связано с какими-то проблемами не не столько физическими сколько эмоциональными коль скоро мы сравнивали геннадия с пирогом насколько пирог адекватен ситуации инфайдинг как он крутит плечами работает корпусом оставляет противника промахивается выбирает позицию у гена ближнем бою пока не ахти какие дела гена что называется ярко выраженный панчер 85 процентов досрочно завершенных боев а пирог изначально воец более что ли такого изящного направления технарь грамотно работает аума смотри как он меняет углы убирает позицию это просто лучший боевый пока из всех что я смотрел в исполнении аумы сожалению этот бой приходится на поединок с нашим боксером я так сказал наш потому что геннадий действительно нашим и все за него бои болеем что-то идет не так у гены да на мой взгляд просто таки бой как минимум не проигрывает аума пока бой в лучшем случае для геннадий очков очков может быть дана установка работать именно вот в этом ближнем на этой ближней дистанции держаться как можно больше приноровиться попробовать свои силы на этом участке работы сейчас неплохо и удары такие сфокусированные точные сразу стали короткие удары разудал и замах ушел в этом направлении надо двигаться сейчас что-то стало получаться подвижение корпуса веру совсем в этом раунде мы джеба не видим казалось прикрыт геннадий тем не менее находит брешь между перчатками аумы и правый удар отбрасывает голову геннадия полностью комфортном темпе в комфортно комфортной дистанции для аумов проходит бой пытается гена зацепиться но пропускает главное что аума видит начало атак геннадия знаешь конечно сравнение некорректное но зря мы сегодня вспоминали василия жирова поскольку чем-то этот поединок напоминает поединок василия жира джеймсом точно также ломился в закрытые двери василий и все помнят как для него это завершилось конечно косима аума джеймс тони далековато тем не менее отличный бокс демонстрирует угандиец прекрасную защиту отличная работа на ногах чувство тайминга вот смотрите нужен боец и серьезно выступающий геннадию в огневой мощи тем не менее разыскажешь по тем фрагментам которые мы наблюдаем ну что с лицом у геннадий подтеки это не мудрено он пропустил несколько десятков довольно серьезных удар может попробовать на дистанции по работе не думаю нужно подключить ноги и найти свою 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 среднюю дистанцию только в этом ключе к успеху здание то получше идут дела может не надо сближаться в ближнем бою просто проигрывает однозначно геннадий все правильно по по законам профессионального бокса действует аума он всегда были близко геннадий геннадий рука не успевает сгибаться вся его огневая мощь уходит называются воду вот в это болото оборонительные косим аума вспомнил предыдущие бои готовил атаки передней рукой гена постоянно готовил здесь он просто забывает про передние мы видим что здесь совершенно иной класс и совершенно иная скорость первое на что обратил внимание первом же раунде насколько выше по скорости аума нежели тапи а ну не из эти вот ребята которых мы сегодня показали аума демонстрирует настоящую школу расслабленный внимательный легкий мы говорили об угандийской школе бокса тем не менее вот аума демонстрирует классические черты североамериканского профессионального бокс не заряжается на удар серийная серийная работа довольно неприятными чувствительными ударами пытается все делает геннадий что переломить хоть ход поединка вот это неплохо было сейчас чуть-чуть правый апперкот геннадий не достиг цели тут же отквитался аума знаешь вот не складывается ощущение что уже как-то и зажат самого начала боя геннадий не хватает вот для для бьющих боксеров это особенно важно не хватает свободы внутренней на автопилоте что давайте идет вперед геннадий как бы не сложился бой можно только снять шляпу перед углом косиму аумы они очень четко все просчитали и выбрали верный тактический план как мы знаем у панчера геннадий панчер всегда есть шанс но пока тревожно тревожно на душе я бы сказал неприятную вещь два очка не увидят наверное сейчас этого моменту по моим ощущениям аумы и 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 Продолжение следует... Получались у Геннадия апперкоты, но недостаточно он бьет, по-моему, снизу, поскольку, смотрите, достаточно широко расставлены локти в аумы. Самое главное оружие, как мы видели по предыдущим боям Геннадия, это боковые удары. Как хорошо прикрыта от этих ударов боковых голова гандица. Видно, что времени в тренировочном зале он зря не терял. Смотри, аум уже пониже ростом, чем Геннадий Головкин. Вот то, что касается апперкотов, ему удается руку разогнать, и эти удары впиваются в подбородок Гена ощутимо. А Гена руку разогнать не может, и апперкоты не самое лучшее оружие в этом бою для него, вот в ситуации ближнего боя. Вот боковой, да, согласен. Хорошо проходит. Вот в том-то и дело, что он почти не проходит. Коронный удар Геннадия, но он не проходит в данном случае. Перевод боковым левым с корпуса в голову, в принципе, я считаю, что неплохо готовит атаку правой, на мой взгляд. Другой вопрос, что скорости не хватает для воплощения этого. Вот чем вопрос. Не столько, знаешь, скорости, сколько свободы. Сильно, сильно зажат Геннадий. Упрямо, упрямо идет. Ближний бой Геннадий. Не знаю, хорошо ли это. Настолько ловко Хасим Аумы действует в защите. Что непросто сейчас будет подобрать ключи к обороне противника Генне Головкину. Для меня это самый необычный бой в исполнении Гены. И дистанция работы. Тоже мне впервые, кажется, выбрана Геннадием. Такая необычная дистанция. Ближний бой. Напор постоянный. Скажем прямо, неудачная пока дистанция. Я видел этот бой именно маневры на средней и дальней дистанции. Финты передней рукой. Вот я так видел этот бой. Ну, может быть, так же видел и Геннадий его. Другое дело, что Аума не дает ему вести бой в таком ключе. Но удается все время оказываться рядом. Ага, уже мистика пошла. Коснулся от перчатка Аума. Ринга. Настила Ринга. Остается надеяться, что это хороший знак для Геннадия. Похоже на то, что пока что он проигрывает бой. Так хочется поймать на каком ударе Ауму. Но он так бьет серии, собрано. Быстро успевает защититься. Сейчас был отличный эпизод. Может быть, лучший эпизод во всем бою для Геннадия Головкина. Несколько ударов достигает цели. Немножко не потрясен. Но чувствительно досталось, что называется, Ауме. Но провел эту серию Геннадий. Взял паузу естественную. А Аума тут же приступил к своим атакующим действиям. Очень четко и умно действует у Геннадий. Ну вот вам и безговорочный аутсайдер. Я думаю, ни у кого из любителей бокса в России и в Казахстане никому не могло прийти в голову, что такое то, что мы сейчас наблюдаем, возможно. Время еще есть. Паниковать не нужно. Но также нужно и трезво понимать, что что-то надо делать. Не удается пока Геннадию перехватывать атаки противника. Выброс его в серии. Под самыми разными углами бьет Аума и попадает. Прямые, снизу, боковые. Опять правые, через руку. Уже не первый раз. Хорошо, что Аума не вкладывается. Очень много броска от Геннадии по-прежнему. Очень много, очень много. Да, вот удачный был апперкот левый. Но, к сожалению, гонг не дал развить этот локальный успех Геннадии. Очень заряжен на удар Геннадии. И действительно нет свободы, нет легкости, нет игры с противником. Ну вот концовка раунда. Нет, прекрасный левый апперкот. Если бы он был проведен секунд на 20 раньше, было бы совсем хорошо. Когда глядишь и что-то можно было бы извлечь. Это уже специалист по медицинской части сейчас. Внимательно изучают Ауму. Что он там у него нашел? Рассечение? Да нет, что-то с челюстью, может быть перелом. Итак, друзья, мы в прямом эфире. Сейчас получаем сигналы с Панамы. Где в Панамы-Сити, в А2С спорта имени Робарто Дюрана. Геннадий Головкин защищает титул чемпиона мира в среднем весе. Дав шанс знаменитому Касиму Ауми. Угандийцу. Напряженный поединок. Он проходит на встречных курсах. И, к сожалению, пока что не так, как нам хотелось бы, выглядит Геннадий Головкин. Во многом, конечно, благодаря умелым действиям его соперника. Все-таки надеемся, что наступит перелом в этом бою. Освоится в ринге Геннадий. Вот легкую серию, хорошую, сейчас выпускает Гена. Боковым справа попадает подбородок Ауми. Вот еще раз. Надо бы рефери в ринге заняться перчаткой Ауми. Да, совершенно верно. Можно так и рассечение получить. Понравилось мне начало раунда в исполнении Гены. Вот, легкость пошла. Пошла легкость. Молодец. Хорошо. Отталкивает Ауми сейчас он. И продолжает наносить удары. Только вот сближаться не надо с ним. Вот дистанция Гена. Вот откуда он попадает. И неплохо. Пускай это разовые удары, но они... Очень тяжелые. Отлично, отлично. Вот эту дистанцию Гена держи, и все будет хорошо. Да, да, проваливай его и наказывай. Отлично. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Молодец. По-моему, поплыл Аума. Замечательный раунд. Вот это настоящий Головкин. Четкие, сфокусированные удары, правильная траектория движения руки. Дистанция. Дистанция, главное, что это дистанция Гены. Такое чувство, что осталось немного. Вот как все в боксе мгновенно может перевернуться. Проигрывал бой Геннадий, и сейчас он может... Отойди, Гена, на дистанцию. Отойди. Не вяжись с ним. Опять вопрос поедет начал. Какой-то штопор все время заходит в Гена, и не может из него выйти. Ступор. Я просто по авиационной терминологии пошел. Займи позицию на дистанции, удобную тебе. Не надо ввязаться с ним. Ты же только что прекрасно начал раунд. Замечательно. Попадал. Хорошо. Потрясен, Аума. Потрясен. Нужно продолжить в таком же духе. Я думаю, в течение одного-двух раундов можно полностью сломить угандийца. Похоже на то, что нашел свой бокс Геннадий. Вот дистанция. Хорошо ушел. Попадание. Есть возможность разогнать руку. Отойти на безопасную дистанцию. Болтануло Ауму. Он потрясен. Он не сумел его добить. Геннадий хотя был близок к цели. Беликолепный. Вот ты видел защиту левой рукой Аумы. А Гена настолько удобно стоял, что смог с левой хорошо пробить. Ты же говорил относительно апперкота. Апперкот едва не завершил бой. Попятился назад Аума. Мой прогноз, если сейчас Геннадий продолжит в таком же стиле бой, два раунда я отдаю вам. Ну, в сущности, если в таком же стиле, как и предыдущий, я думаю, он и в этом может завершить бой. Ну, смотри, как раскрепостился Геннадий. Задвигал корпусом. Отлично. По-моему, успокоился Гена. Вот что-то вот ему в прошлом раунде, вот этот успех подсказывает, что он нашел сейчас ключ. Посмотри, опускает руки. Замечательно. И резко-резко затормозился Аума. То ли от пропущенных ударов вот этих в предыдущем раунде, то ли вообще устал. Все-таки ему 32 года. Я не такой уж и большой возраст для средневеса. Не критический. Опять вперед Гена идет, вперед. Причем идет без ударов. Сделай, Гена, шаг назад. Подержи его на передней руке. Опять заводится Геннадий. Да, хочет просто перерубить. Но он близок к цели. Избирательнее надо действовать. Не работать по площадям, а работать по цели. Вот она, дистанция. Геннадий, ну ты же видишь, ты же попадаешь с нее. Зачем ты опять вперед головой идешь? Хорошо, сдвоенный. Правый. Вот это отличная комбинация, как он правый обвел левую руку Аумы. Да, на честном слове держится Геннадий. Осталось немного. Погружен в стихию боя Геннадий Головкин. В каком-то трансе он пребывает. Отлично. Еще немного, Гена. Шаг назад и отлезь на двойку. Что, судя, останавливает бой? Останавливает бой. Ну, я думаю, он правильное решение принял, поскольку видно было, что буквально весь бензин вытек из Аумы. Ну, что сказать. Двойственное, кстати, ощущение это оставил бой. С одной стороны, Гена проявил свой присущий ему характер. Мы в лишний раз убедились в старой истине, у Панчера всегда есть шанс. С другой стороны, кроме последних двух раундов, бой проигрывал Геннадий по очкам. Это тревожно. Был огромное желание, огромная отдача, но что-то с дистанцией, с выбором дистанции было в этом бою не так. Нужно разобраться после боя, может быть, пообщаться и с Олегом Германом, и с Геной Головкиным, узнать, каков был план на бой. Нельзя столько пропускать. Я думаю, что никто не станет спорить, что для чемпиона мира, который собирается не расставаться еще достаточно долгое время с этим титулом, нельзя пропускать столько ударов. Мне кажется, что-то с носом было у Аумы. Не зря врач внимательно с помощью фонарика осматривал лицо гандийца. И Геннадий точечными ударами в область носа, мы сейчас только что видели, развивал свой успех. Вполне возможно. Давайте послушаем сейчас финальный аккорд. По трепанному, кстати, выведет и Геннадий. Наверное, никогда в своей боксерской профессиональной карьере он не получал такой трепки и таких уроков. Ну что ж, поздравляем Геннадия Головкина с очередной защитой титула чемпиона мира в среднем весе. Поздравляем Казахстан. Ну, скажем прямо, взволновал нас сегодня, заставил волноваться, напрягаться Геннадий. Может быть, так сладка концовка, поскольку были сильные переживания, были даже сомнения по ходу боя у нас. И тем не менее, финальный аккорд случился таким, каким мы его ждали. Досрочная победа. Какой-то раунд я уже упустил в ход боя. Десятый раунд. Как ты и предполагал. Да, восьмой, десятый раунд. Но, однако, яркости и стиля для Геннадия, скажем прямо, в бою не получилось. Ну что, друзья, мы продолжаем наш прямой эфир, который медленно, но верно подходит к концу. У нас еще есть время пообщаться с вами в студии. Олег Герман на проводе. Здравствуйте, Олег. Алло. Хорошо, хорошо. Здравствуйте, Олег. Давай, давай, я сейчас уйду. Я тебя найду. Итак, на проводе Олег Герман, менеджер Геннадия Головкина. Параба. Параба. Параба, неспокойся. Параба. Параба. Параба, панама, слушаем вас. Попробуем еще раз дозвониться до Олега. Вы представляете, какая сейчас там кутерьма, какая волнительная суета. Итак, поздравляем Геннадия Головкина. Он защитил титул чемпиона мира против Касима Аума, известного мастера из Уганды, который получил шанс вернуть себе пояс. Но Геннадий сегодня, может быть, в противоречивом стиле, но смог отстоять свой титул.